Соответственно, граждане на своих участках также должны все это убрать, но ни в коем случае не сжигать это все на месте, то есть все это реализировать, вывести, соответственно, без нарушений. А также, что касается граждан, попросил бы при посещении лесов все-таки костры их не разводить, особенно на весенний период, да трава только подсыхает, а также летом предостановление и радость погоды. Так, ну, у нас именно пожарная частью тоже профилактические мероприятия будут проводиться, группы будут созданы, будут уходиться в садоводчестве, потом будут проводиться мероприятия, раздавать листочки и то же самое будет смотреть. Вместе с СОНД, с городом, с администрацией города, с ГУЧС, с РКО мероприятия будут проводиться. Подготовка, в принципе, в основном такая, а все остальные мероприятия уже не настанет пожароопасным периодом. Вы проводите. Какие сейчас, насколько профилактика, возможно, с помощью профилактики встречаться до людей, потому что я знаю, что прислужба главного управления рассказывает, что уже с тобой куклы мы одеваемся, и как бы меняется тоже связь, все время новый характер, методы работы профилактические. Сейчас опять мне что-то как раз звонок к нам. Да, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Горячее ремень? Да, пожалуйста. У меня вопрос, меня зовут Алла. По поводу Ильны Павловска. Вот у нас дача за Волгой, получается, напротив Мочбоксарска, где осты пляж. И вот хотел узнать, в этом году заденет там дома внизу или нет, которые там стоят? Можно узнать? День добрый. Здравствуйте. Я могу вас, Алла, называть? Да, конечно. Старший государственный спектр по маломерным судам Харьин Юрий Леонидович. Ну, все зависит от того, какой уровень будет держать Куйбышевское водохранилище. Пока неизвестно. Ну, паводок ожидается, паводок ожидается. Большой, да, согласен с вами. А большой, то есть на уровне, может, какого года или... Нет, если брать, допустим, у нас был год паводковый года 4 назад, по-моему, да? Ну, был, да, там не задомал, пляж есть. Да, 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 подтапливало. Даже в сторону сидельников туда машины не могли приезжать. Даже берега осыпались. Но все зависит от того, как будет держать Куйбышевское водохранилище. Если в верхнем БЕФе 63 отметка, правильно, они же держать не будут, они будут воду сбрасывать. Куйбышев свой уровень. Но все равно, я думаю, сильно уже не должно затопить. Все зависит от тех людей, которые сидят на своих должностях. Они же тоже заботятся именно о том населении, которое именно их недавно не должны сильно потопить.